Вопрос был одним из основных на краевом планерном совещании, которое провел губернатор края. Федеральная программа начнет действовать со следующего года. Объемы финансирования в масштабах страны превышают полтора триллиона рублей. Она включает в себя льготную сельскую ипотеку под 3% годовых, реконструкцию коммунальной инфраструктуры и даже компенсацию работодателям, которые направляют сотрудников на обучение в сельскохозяйственные вузы. Заявки на участие в программе главам муниципалитетов необходимо подать до конца месяца. Давайте воспользуемся поручением президента и максимально эту программу реализуем. Максимально, насколько это возможно. Главам наших муниципальных районов вам сегодня необходимо в первую очередь сделать приоритеты. Чтобы еще вам хотелось, чтобы в районах появилось, в ваших станицах, хуторах, селах. Помимо того, что сегодня предиспользованы краевыми программами для количества школ, определенные мы сегодня в крае строим детских садов, клубы ремонтируем, спортивные объекты, дорожная инфраструктура, тротуары, освещение. Что еще? Плюсом, плюсом можно в рамках этой программы построить, создать в муниципальных районах. Но для этого нам нужны проекты. Мы аграрный регион. Регион, который в своей основной части жители проживает в сельской местности. Поэтому, конечно, коллеги, мы должны сделать качественный рывок в развитии сельских населенных пунктов в нашем крае. Главным критерием участия программы является комплексный подход. То есть, инженерная инфраструктура, социальный объект, благоустройство и другие моменты, связанные с прополнением под программ пунктов, будут входить в единую комплексную заявку, которая будет подготовлена муниципалитетом. Конкретные цифры по финансированию будут утверждены правительством до 1 августа этого года. Серьезное финансирование предусмотрено и на социальную поддержку малообеспеченных семей и семей в трудной жизненной ситуации. Эту тему также обсудили в рамках планерного совещания. Всего у нас в крае 3700 семей находятся в трудной жизненной ситуации. В них воспитывается 9000 детей. У нас налажено сегодня раннее выявление неблагополучных семей. Это значит, что мы быстрее можем ставить их на учет и быстрее оказывать им помощь. Если говорить в целом о цифре и о числе малообеспеченных семей, то с 2015 года у нас эта цифра сократилась. Вы уже об этом сказали, у нее на 20%. Сегодня на Кубани проживает 160 тысяч малообеспеченных семей. Мы выделили около 19 миллиардов рублей на социальную поддержку малоимущим семьям, которые в трудную жизненную ситуацию, которые нуждаются в поддержке. Но 19 миллиардов рублей, да, это огромная сумма. Но намного важнее их поддерживать с точки зрения решения проблемы, не деньгами. Деньги, конечно, им нужны и программы. Еще раз подчеркиваю, в этом году мы на полтора миллиарда увеличили личное участие глав муниципальных образований, ваших команд в жизни семей, либо детей, как уже конкретно я уже сказал, попавших в трудную жизненную ситуацию. Это вот сегодня намного важнее. В регионе сейчас работают 26 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних. Также на побережье открылись два лагеря для отдыха детей из малообеспеченных семей.